Слушайте Радио Болтком. Добрый день. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Зелёная лампа», потому что вторник, традиционно на Радио Болтком, день добрых дел. И «Зелёная лампа» — это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Веду ты сегодня, Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, и помогает нам сегодня включать «Зелёную лампу» любимый наш актёр Мартин Швилсенс. Добрый день. Около 40 проектов в кино, более десятки ролей в театре, много разных художественных проектов. И мы будем сейчас говорить не только об искусстве и кино, и театре, но и о любви. Да, хорошо, это любовь же самая такая чудесная вещь, которую мы имеем. Особенно таким хмурым утром, да, как сегодня? Да, ну да, утро как утро. Но человек всё-таки без любви, он не будет человеком. Я так считаю. — Хорошее начало программы. А помогаем мы сегодня четырёхлетней девочке. Миланья её зовут. Миланья. Живёт она в Риге с мамой и папой. И очень нужна помощь на лечение редкой болезни. Синдром Ретта называется. Это болезнь. Около 30 детей всего в Латвии с таким диагнозом. Все в основном девочки. И вот эта вот малышка, чтобы она могла сохранить способность ходить, сидеть, координировать движение, ну просто вот жить какой-то нормальной жизнью, ей нужна специальная реабилитация и терапия. Это всё очень сложно. Мама просит помощи на оплату. И можно реально с помощью реабилитации улучшить жизнь этой девочки. Мы чуть подробнее расскажем позже про Миланью. А пока напоминаем, что наш телефон работает с сегодняшнего дня до следующего вторника в помощи четырёхлетней Миланье. 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента за звоночек. Напоминаем, что наш гость сегодня актёр Мартин Швилсонс. Сегодня он наш гость, а вчера у Мартин Швилсонса был день рождения. Да, было, да. Не говорите. Громко. Почему? Не, не, можно, можно. Я шучу. Я очень благодарна, что после дня рождения утром вы сегодня пришли к нам, вы у нас в студии в блестящей, хорошей форме. Да, да, да. Мы вчера праздновали с семьёй на кухне. У нас было шампанское, у нас был лосось, и авокадо я кушал, напомню. И все дети такие большие, я на них смотрю, господи, как время уходит. Но это так, это с одной стороны, а с другой я был очень счастлив, что мы все вместе. Ну, там часик посидели, музыку послушали, свечку сдули и пошли спать. Желание загадали. Загадали, конечно, да. Я про детей загадал. Ну, говорить не надо. Нет, говорить не надо, пусть будет. Все сейчас подумаем, чтобы сбылось обязательно. Мартин Швилсонс, а вы любите подарки? Я больше люблю дарить. Вот, это был следующий вопрос. Да, ну, подарки, ну, да. Ну, ты же уже взрослый, ты уже понимаешь, что, ну, что там, ну, кто-то хотел тебе сделать радость. Ну, это же приятно все равно, если ты видишь не подарок, а в глазах дарителя. Обмен энергии. Обмен энергии, да. А расскажите, вот вы сказали, собрались все дети, да? Расскажите нам. Ну, не все, не все. Ну, те, с которыми я сейчас живу. Потому что другие дети звонили просто. У меня, так сказать, много детей. Но сейчас со мной, я живу с четырем... Четыре ребенка живут с вами. Да, четыре ребенка живут со мной, да. Значит, старший Густав учится в музыкальной академии на... на большой скрипке. Виалончели? Нет, 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 не на виалончели, а на контрабасе. На контрабасе. Да, контрабасе. У нас большая скрипка. Большая скрипка, да. Яковс учится здесь рядом, а вторая средняя школа... Не средняя, ну, гимназия считается, вторая гимназия, да, здесь. Дочка учится в восьмом классе. Гундага учится в училище Дарзине. Ну, она играет гобой. А самая маленькая еще в детский садик. Ну, тоже уже музыкальная. Уже все, последний год уже... Да, да, уже не знают, куда пойти. Или рисовать, или музыку учиться. Все хочется, ну, посмотрим. Но вы как-то говорили, что у вас все дети музыкальные получились. Ну, да, музыкальные, чем я. Это хорошо, чем мама, да, да. Ну, я просто хотел очень, чтобы они музыкой занялись. Но если кто-то будет рисовать, тоже неплохо. Это очень красиво. Ну, и вообще-то, я не знаю, но каждый должен выбрать сам. Мы просто даем такое, ну, намек такое, ну, может быть, попробуйте. Ну, они все как-то согласились, потому что Густав говорит, что он даже и не может задуматься о чем-нибудь другом. Другим. Он очень любит контрабасы, у него там занятия есть, и хорошие учителя, и... Ну, все есть можно. И он очень такой самостоятельный человек. Только 19-й год идет, но уже такой самостоятельный. Сам едет на машине, сам все делает. Ну, отлично. В общем, проблем нет. Ну, я только так. Привет, как дела? Хорошо? О, давай, пока. Ну, так. А вот вчера сидели, поговорили. Вот мы говорим о детях, о том, что это самое-самое, наверное, главное в жизни. И напоминаем, что наша программа сегодня посвящена четырехлетней девочке Милане Малик, живет она в Риге, и у нее диагностировали очень редкое генетическое заболевание. Мы были в гостях у этой семьи, они снимают квартиру, работает только папа. Мама из-за болезни ребенка находится с ней круглосуточно и занимается лечением, врачами, реабилитациями. И мама показала нам видео, на котором девочка, ну, как абсолютно живой, коммуникабельный, шустрый ребенок. Два года назад. Она играла с игрушками, она наряжала куклу, она примеряла мармины, туфли, она делала инвентаризацию в шкафу, она бегала, прыгала. И вдруг... То есть мама сохраняет это видео, и когда она смотрит, вот она просто плачет, потому что сейчас у девочки из-за этой болезни начался регресс и откат в развитии назад. То есть это вот произошло... Да, после двух лет, это произошло после последней комплексной прививки, никто не связывает это, никто не говорит, что это причина. Возможно, это просто был как спусковой, как триггер спусковой курок, и девочка перестала говорить, она перестала общаться, она разучилась брать в руку предмет, она не может взять даже ложку, но при этом диагнозе синдром Ретта даже могут возникать как-то атрофирование мышц, да. Слава Богу, Мелания, она сама ходит, она шустрый ребёнок, бегает, прыгает, и она сама жуёт. Мама говорит, это такое счастье, что она жуёт сама, но она, например, она не может взять ложку в руку, она не понимает, как это у неё пропало, это понимание. И, в принципе, существует комплекс терапевтических мероприятий, реабилитаций и различных лечебных курсов, которые помогут ей просто, ну как сказать, сохранить двигательную возможность, двигательную активность. И именно на вот этот лечебный курс мама просит помощи на оплату этого курса, и поэтому мы подключили наш телефон 9306384, евро 42, и на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» там подробный рассказ, много фотографий и реквизиты для перечисления помощи. Официальный счёт открыт в фонде «БиОпен». И с этих денег, поступивших на счёт, напоминаем, не берутся ни проценты, ни какие другие отчисления. То есть полностью все средства пойдут на оплату реабилитации для маленькой Мелании. Напоминаем, что наш гость актёр Мартинш Вилсонс сегодня, и он помогает нам включать «Зелёную лампу». Мартинш, мы довольно давно, наши радиослушатели, не слышали вас на радио, поэтому у нас к вам очень много вопросов. Вот мы узнали, что буквально недавно вы получили приз, стали лауреатом премии «Чака». За какой проект? Расскажите, пожалуйста, как это всё было. Ну, это только не за проект, это за мою деятельность, за моё понимание поэта «Чака», за то, что я время от времени я читаю его там или в другом месте. И я уже был, ну, это было раньше, где-то лет 10, даже больше, даже 15 лет назад я читал в школах это, и многие молодые люди мне признали, что они открыли с моей помощи. Они говорят, господи, как это красиво. Ну, это всё, это история, это так есть. Но прошлым летом мы поставили, то есть я читал любовные стихи, которые он писал своим женщинам, Чак. И не только эти, я собрал таких стихов в один сценарий, чтобы это было интересно, чтобы это было без остановки, так сказать. Я всех этих, все эти стихи наизусть, конечно, знаю. Это где-то час и 10 минут. И мы поставили, мы приглашали людей на моей веранде в Упесгриве. У Песгрива есть такое место за Месрагом. Там у меня дом есть, где мы летом проживаем. И там есть, я спросил у жены, ну, как мы будем реновировать этот дом? Она говорит, ну, нужна веранда. Я говорю, хорошо, ну, давай, где, как, давай, думай. Она говорит, здесь вот такой же величины, вот так и будем строить. Я говорю, хорошо, мастер, я говорю, ну, давай сделаем. И так и сделали, очень красиво всё получилось. Вот мужчина сказал, мужчина сделал. Ну, как-то, ну, не знаю, мужчина сказал, мужчина сделал. Ну, да, ну, да, можно так сказать. В общем так, и сделали, да. И там мы, там, ну не такая большая, она 30 квадратных метров, но 20 от силы зрителей можно туда пригласить. Это получается такой камерный вариант. Да-да-да, камерный, камерный. Как будто они приехали просто к вам в гости. К Чаку, к вам, к Чаку. Да, как-то так, да. Ко мне, к Чаку обязательно, потому что я присутствие Чака, я всегда ощущал. Действительно, ну это так, я-то знаю, ощущения бывают разные. У меня такое ощущение было. И мы по пригласительным некоторых приглашали, а очень многие приезжали издалека даже, слушали, не хотели уходить, плакали. Мне понравилась одна очень хорошая у меня была девушка, которая, вот как я стал читать, на пятую минуту она как взяла платок, так все время меняла их. Это было так красиво. Трогательно очень. Да, а я посмотрела там отзывы зрителей, тоже женщины пишут, что у меня такое было ощущение, что он вот эти слова о любви Чака обращал ко мне. И говорит, я вот сидела целый час, и мне казалось, что это вот мне лично вот он говорил о любви. Да, ну это же, ну так сказать, это же актерская работа, но я от сердца это делаю, я обращаюсь ко всем и реально к каждому. И, ну, можно сказать, что, ну, наверное, я так знаю даже, да, что не все актеры этого могут, но я могу, ну, что я могу сказать? Ну, для меня это выходит, и я сейчас, и мы будем делать, у нас есть очень многие хорошие поэты, и мы будем делать, я так надеюсь, что мне хватит время, и желание не пропадет. Вот я хочу сделать Земельникс, Ян, Земельникс, есть у нас такой очень хороший поэт, который тоже своим творением обрадовал, радовал публику, не публику, а своих читателей в 30-е годы где-то. И он умер молодой, молодым умер, и оставил хорошие стихи, и я возьму, я надеюсь, договорюсь с Кулаковым, у нас есть такой композитор, он написал там песни про красивые, я надеюсь, что все будет. Ну, это же уже следующее лето уже. Такой красивый вечер поэзии и музыки. Да, да, да. Ну, это поэзия, знаете, как мне одна девушка тоже, которая занимается кино, она говорит, ну, я почти не знаю людей, которые могут стихи говорить, как будто не стихи. Ну, как-то так. Ну, это просто ты от души говоришь. Ну, стихи же это, это, это высший уровень нашего разговора. Это, раньше это было нормально, нормальным. Это считалось как, если ты в стихах что-то скажешь, это было, ну, интеллигентно, так сказать, это было высокое такое обращение. Ну, сейчас это кажется, ну, что там стихи читает, что это такое, да. Ну, бывает, но молодые же не понимают, но они, если они услышат, то они, конечно... Сердце открывается. Сердце открывается, да. Мартыч, а вы принесли книгу. Да. Да, покажите нам. Да, у нас, кстати, Чак в последние месяцы просто красный месяц. Ольга Петерсона, которая переводчица, перевела с латышкого Александра Чак «Задетый вечностью». Есть такая книга. Она сейчас, она нашла, спонсоров она нашла в России, как бы это ни было скромно и интересно. И в России появился большой интерес к этой книге. Ну, еще и Министерство культуры наше, по-моему. Ну, что-то там дали, да. Недавно у нас Ольга Петерсона была тоже в программе в «Зеленые лампы», помогала нам включать зеленую лампу. И вот прям какая-то вот красная ниточка у нас Чак проходит. Ну, год такой. Так у него 120 лет в этом году выполнилось, ну, выполнилось, как сказать. Исполнилось. Исполнилось. И что-то на русском языке из Чака вы можете нам прочитать? Вы хотите сразу? Давайте. Да, давайте, конечно. Ну, давайте попробуем. «Задетые вечности». «Задетые вечности». Знаете, там латышские строки, очень мало информации, вообще-то, идет о латышских строках. Но они начало нашей независимости. И как сказать, латыши маленький народ, но они всегда боролись за свою Латвию, за свободу, за независимую Латвию. И даже охраняли Ленин только потому. Они говорили, ладно, поможем коммунистам, но они потом дадут нам свободную Латвию. Только поэтому. Ну, конечно, там были и всякие мысли, но поняли, что это не то, нам надо свою все-таки. То есть, свободную Латвию им быстренько ожидали. Там долго охранять не пришлось. Да. Вот. И возвращение стрелков, может быть, оттуда вам что-нибудь. Они из России возвращаются домой на составах, на поезда. Там свой состав берет и возвращается домой, и свой флаг повесили. Вот. Сейчас вот надо. Да. Значит, чекист один говорит. Вы, наши избавители, святые. Вам верит каждый русский, украинец, царь. Вы, всенародный амагард, избранники. Вы наши, рулевые. Вы. И тут, над вагонами, между развернутыми знаменами, Он с ужасом видит, как буржуазное красно-бело-красное знамя цветет и сияет искристо. Сердце исправное, сердце чекиста. Вдебылась реально, что жеребец, наконец, палец нащупал крючок нагана. И хоть он знает, что не медаль, а могила его ожидает, что он кишки и башку ставит на кон. Однако, взял под козырек, начинает. И нету, полковник, правды на свете нету. Ржавеет и сталь тверда. Для нас вы были всегда гвардией нашей свободы, Увенчанной славой и светом. Кроме стрелков латышких бойцов, способен ли был кто-нибудь С одной винтовкой без остановки мир, как лужу перешагнуть? А теперь, теперь у всех на виду вы развернули сами красно-белое и красное знамя. Стыдно, волна упадка забрызгала нас, как видно, вас, как видно. Если, товарищи, я промолчу пока, тогда в Москве есть и повыше ЧК. Там никогда не пропустят такое безбое. Там ваши знамя-мя-мя пуля, что палкой снимут, как галку. Малчать, рявкнул полковник, злясь. Плевать, кто чего снял и снимет с нас. Что-то не видно нам свысока. Слышь, ты, твою Москву и ЧК. Знамя упадка? Ха! А скажи-ка сам, так ты кто? Когда мы сражались на фронте с белогвардейской швалю, Ты где был тогда? Ну, где ты был тогда? Ты за наш счет здесь жирел. Разгуливал в кожанке. В кожанке, или как? В кожанке, да. Верховодил крестьянами. Саботаж у него, видишь, правила. Ха-ха. Смех берет. Погоди. Вот как сунем нос твоей бумажки. Погоди. Вот как повесим тебе вместо лампы на фонарном столбе. Что? Что теперь скажешь? Знамя упадка. Его авангарду всемирной свободы вывешивать запрещено? Почему? Отвечает ты, сволочь. Почему? Разве могли бы флаги рабочих мощно взвиться над солнечной вольной Россией? А ты? Мог бы ты разгуливать здесь могучий, как куча, Если бы мы не свернули шеи, как кроликам, разным франгелям и колчакам? Отвечает ты. И кто это сделал? Мы, латышские стрелки. Хорошо, спасибо. Очень эмоционально, драматично. Ну, это я впервые читаю на русском. Я просто не иду. Ну, хорошо. В другой раз, если я буду читать, я чуть-чуть поменяю. И о любви. Обязательно возьмем свое слово. Ну, вот эта книга, она восполняет очень многие страницы. Ты действительно правильно скажешь, что этот период истории, он сейчас мало известен. Достаточно мало. И поэтому вот книга Ольги Петерсона, она появилась уже в Риге. И главное, я хотел бы просто напомнить, что Чак это не писал просто от фантазии. Он имел много бесед с этими стрелками и много записей изучал. И только после этого он начал писать. У него были факты. Да, это такая... Ну, у него и своя биография. Люди, которые попали в жернова истории, это, конечно, латышские стрелки. Они между молотом и наковальней оказались. То есть, с одной и с другой стороны, к ним очень много вопросов и претензий. Было много ошибок, конечно, но что сказать, все ошибки прощаются, если ты идешь с желанием освободить свободу своему народу делаешь. Тогда, ну, все ошибки, как будто они уже уменьшаются. Но были, у всех были, и у коммунистов, как много ошибок. Не будем говорить об этом. Ну, вот так, да. Нет, политики нам сейчас не надо. Мы как раз хотим перевести тему на Рождество. Вот сейчас у нас предрождественский период, и вам есть что сказать по этому поводу? Рождественский? Да. Ну да, мы же христиане. Вот ваш рождественский проект «Трое мужчин на Рождество», расскажите. А, про это? Ага. Ну да. Вы, Зихрит Мукту Павелс, Янис Лусенс. Да, мы «Трое». У нас такое простое, сердечное выступление, где я читаю стихи, подпеваю Мукту Павел, Зигфриду иногда подпеваю. Зигфрид поет, на скрипке играет, а Янис на синтезаторе там играет. И Янис очень хороший композитор, я считаю. Он, конечно, взял наших, так сказать, классических поэтов, которые так красиво про Рождество пишут, и написал музыку там, и Зигфрид это поет. Ну, а я читаю, большинство я читаю, там есть такой у нас Петерс Бруверс, у него очень красивые стихи, и Инесса Зандера есть, и Скалба есть, ну, всех этих поэтов я читаю. Ну, вот, и как-то без претензий, просто мы выходим, втроем, и, знаете, и тоже, и я под конец я читаю стих моей мамы, которая писала письмо Деду Морозу, ну, не Дземсад Хватцитин, ну, это в Колыме было, где она была выслана. Я реальная стихотворительная? Да, реальная, да, и там, где мы с братом родились, да. И, ну, все почти плачут, можно сказать, почти все так, да, задумываются о том, почему мы здесь, и как много мы хотим, и как мало надо. Ну, у вас удивительная биография, конечно, что вы родились в Магаданской области, да? Ну, ну, так это, я горжусь даже этим. До четырех лет вы там жили, да? Да, до четырех лет. Ссылки. Такую красивую фразу вы сказали, как много надо понимать. Вы вдруг в какой-то момент понимаете, как много мы хотим. Да, и как мало надо. И как мало надо, да. Да, и чем меньше, тем лучше. Тем больше у нас охватывает любовь. Вы знаете, девочка, о которой мы рассказываем, маленькая Милане, ей 4 года, маму зовут Юлия, и вот мама сейчас недавно написала у себя на Фейсбуке, что я обращаюсь ко всем родителям, чтобы они, родителям нормальных, обычных, здоровых детей, чтобы они понимали, какое это счастье, когда у вас нормальный, здоровый ребенок. Какое счастье, когда ребенок просто может подойти и сказать тебе, мама, почитай книжку, или мама, я тебя люблю. То есть как мало нам надо. И не надо хотеть от своих детей многого, оцените то, что есть. И наш телефон 9306384, мы будем его вам озвучивать и напоминать, что мы просим помощи для 4-летней Милании Малик, она живет в Риге, и у нее редкое заболевание, синдром Ретта, и очень дорогостоящее лечение, оно нужно постоянно, и которое просто родители не могут оплатить. Если мы можем перед Рождеством сделать звоночек или сделать какое-то перечисление, реквизиты в нашей рубрике «Зеленая лампа» на сайте Микс Ньюс ЛВ. Судите, это, конечно… Мартин, что-то вы нас растрогали сейчас, а расскажите о вашей маме немножко. Ну, да, ну, что там… Ну, так трудно рассказать о ней. А как вот вы выходите на сцену и говорите, я сейчас вам зачитаю стихотворение моей мамы? Нет, 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 я так не говорю. Я говорю, все мы пишем письма Деду Морозу, что мы хотим. И моя мама писала с Колымей. Она так называется, письмо Деду Морозу. И что там мама просила у Деда Мороза? Там, ну, если так… Может, вы прочтете? Пересказать. Нет, там последний абзац стихи есть. И еще Дед Мороз. Ну, я буду говорить. Еще Дед Мороз. Я вспомнила. Когда ты придешь туда, и когда елочка засияет, скажи им, чтобы они не скучали, не волновались. Мы встретимся. Гора. Ну, в духе. В духе. В духе. Да, мы встретимся в духе. Это последнее. Там так красиво все это. И точно написано, что я, когда читаю, я всегда себя так держу в руке. Мне всегда плакать хочется. Скажите, а ваши дети писали письма Деду Морозу? Нет, мы не заставляем. Нет, мы просто спрашиваем у них, что бы ты хотел, что все ты не получишь, не спрашивая даже. И мы говорим, ну, что у тебя есть такое? Ты скажи нам, мы так передадим. Тогда мне есть, которые не сами напишут такие маленькие листки и бросают в чулок. Ну, это письмо, как будто письмо получается. Иногда дети в морозильную камеру кладут за тысячу. Да, ну, наши так не делали, да, но в чулок бросали, да. А вот у вас младшая дочка, ей 6 лет, она еще верит сейчас Деду Морозу? Ну, она верит, да, но она... Я говорю, ну, может, мне прийти? А жена говорит, ты упаси Бог, говорит. Она же понимает, что, ну, это папа, но он переделся. Чтобы мне была бы радость. Вот он переоделся на Деда Мороза и пришел. Ну, скажем, потому что в прошлом году, когда вообще все было закрыто, я иногда делал такие передачи для... Ну, это по просьбе. Я просто... Меня снимали, и я говорил с детьми. Как Дед Мороз. Да, но она же все это видела. А папа там сидит, он помогает Деду Морозу. Ну, так что она такая умница. Но она этим... Как это? Раутитис, как это? Гномик. Гномик, а. Она вот этим гномикам верит. Но она говорит, что эти, которые там в детсаде, эти не гномики, нет. Но вообще-то гномик придет, он должен прийти, он должен оставить подарочки какие-то за дверьми. Ну, да, потому что гномик же он маленький должен быть. Да, да, да. Те такие большие гномики, ну, они просто, да. В детском саду, да. Ну, она не волнуется за то, что ее обманывают. Она говорит, ну, они просто хотят нас порадовать. Она таким образом. Просто умница. Да, да, да. Это совершенно точно. Мартинша, вот в каждом мужчине всегда живет маленький мальчик. Всегда прячется. Скажите, а что вас сегодня радует от вас лично? Меня? Да. Что вас в жизни радует? Ну, меня радуют отношения с людьми, отношения. Иногда такая мелочь, посмотришь через окно, увидишь там дерево или крышу, и обрадовался, за что сам не понимаешь. Ну, такие мелочи бывают. Или там снег идет, и говорю, о, как красиво идет. Или дождь. Он говорит, о, да, сейчас плохо ходить. Я опять радость. Почему? Потому что упадешь, что ли? Не знаю. То есть радость – это самые простые вещи. Эй, самые, самые. Они как бы деньгами даже не измеряют. Нет, какая с деньгами. Там опять надо тогда еще больше денег, надо еще больше подарок. Больше, больше, да. Да, да, да. И машину такую, это уже не годится, надо другую. А я уже на это смотрю вообще как-то интересно. Главное, чтобы она не отказалась. Ну, если про машину, то главное, чтобы не отказала. И поехала куда хочешь. Ну, да, как говорят, машина – это агрегат, который переносит тебя из точки А в точку Б. Ну, так говорят, да. Но есть мужчины, которые этим занимаются. Они смотрят журналы. Вот такую бы тачку мне вот с такими параметрами бы купить. Вот она выйдет, как едет. Ну, может, они вот это так. Это просто они свое детство призывают. Может быть, да. Кстати, мы доиграли машинку. Мартин Ильич, а что вы в детстве хотели получить под елку от Деда Мороза? Помните? Что вам вот хотелось? Мне хотелось быть, чтобы это делал день, сам день, скажем, ну, день рождения, чтобы он был таким удающимся днем, чтобы я был в центре, чтобы приходили гости. А там, что они принесли, не так неважно было. Праздник, чтобы был. Чтобы было как праздничное состояние такое. Я очень хотел этого. Я помню, что я стоял у печки. Мне было 15 или 16. 16, по-моему, у меня было. А мы жили в Викштилле, и это 30 километров от Риги. Я помню, я стоял, смотрел через окно, у меня был день рождения, и я чуть не заплакал, потому что гостей не было. Я стоял, так смотрел через окно. Мне просто хотелось, чтобы гости были, чтобы там крестная приехала или кто-нибудь, и мы бы сели за стол, и мне сказали, ну, здравствуй, сын, ты наш гордость, и так дальше. Я бы сказал, ну да, спасибо. А вот интересно, а многие люди наоборот говорят, ой, я не люблю свой день рождения, я не люблю там, чтобы быть в центре внимания, чтобы меня там поздравляли. Не, я к этому отношусь как-то очень по-другому. Радость? Радость, ну, я не жалуюсь, когда никого нету, мне просто там напишут смс, я отвечаю, я говорю, ну, сегодня рабочий день, я все время пишу смс, обратно пишу. Да, 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 работа, просто целая работа получается. Да, да, да. Нет, ну, это же нормально, а так, чтобы так, я бы хотел, знаете, когда ты стареешь, тогда уже ты понимаешь, что каждый день рождения тебе ближе к тому миру, приводит, ну, это же, ты понимаешь, это же, ну, это же нормально тоже, ну, ну, а что тут радоваться, ну, не радоваться, радоваться всегда надо, но, ну, а что там переживать, если там никто тебе не подарил, скажем. Ну, так есть, вот так и такая жизнь. Что тут, ну. Мартин, у вас вот такое огромное количество проектов в кино и в театре, можно очень много про каждую роль спрашивать, а можно вот прежде чем спросить вас о сегодняшних проектах, вот один у меня вопрос, у вас была очень интересная роль, вы играли Венечку Ерофеева, спектакль «Петушки» у Джиллинджера, да? Да, да, да. Причем с Мерелин Монро и Чарльзом Буковским, вашим, вашим были персонажи. Ну, персонажи, да. Что это было, как это было? Ну, кто читал Ерофеева, тот должен понять. Ну, это культовая вещь абсолютно, это да? Абсолютно культовая, да. Это был очень, я думал, что он удачный спектакль был, но начался этот ковид. Это было перед пандемией, да? Да, перед пандемией, ну, не, ну, как-то начался, потом лето было, все притихло, и ничего не было, как-то так было, и думали, и даже никто по прививках ничто не говорили, ничего не думали, и мы в этом... сделали, и у нас хорошо получилось, и люди были в восторге, я помню. Я там даже песню сочинил одну и спел на гитаре. Вот, и... Ну, 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 получилось, как получилось. Я в этом году встретил, ну, девушку, которая помогала Джилленджеру, ну, продюсер, можно сказать, с одной стороны, ну, как деньгами она не владела, там другие были, там этот драматург давал деньги, а он в России где-то получил, я даже не знаю, каким образом. Я этим, как сказать, не занимался, я оставил это, я просто делал свою работу. вот, и я встретил, я говорю, ну, ты скажи, говорю, ну, ты, может быть, обновим, ну, что-то будем делать, опять что-то делаем. А так все, и остался. Два раза говорил я ей, говорю, давайте обновим. Она говорит, ну, что-то не удается, там ничего не происходит. Театр Вилла есть такой, знаете, да, вот там мы делали это. Ну, как-то, ну, 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 очень хорошо было, и Айгор с Виллом с Буковского играл. Ну, вот у Риты был вопрос про Венчика и Рафиева, а у меня вопрос про Бельмондо. После того, как вы снялись в фильме, в знаменитый фильм «Мираж» с Мирдзей Мартинсона, и тогда в киножурналах рецензии появлялись, и вас начали называть советский Бельмондо. Вот как вы к этому относились? Нет, ничего, я думал, зачем. Может, вот если бы Бельмондо назвали вот Мартинсом, да, это было бы лучше, было бы. Нет, я просто думаю, это так получилось, потому что у меня тоже вот по природе, ну, не по природе, по жизни, кривой нож чуть-чуть, и добрые глаза, у него тоже добрые глаза и кривой нос, очень сходство большое получается, и так и назвали. Ну, еще и талант, и образ, очевидно, тоже, да. Ну, знаете, да. Ну, знаете, какими-то вот просто ракурсами действительно очень похожи. А, ну да. Внешне. Иногда я и думал, если бы я жил в Америке, если бы я жил во Франции, я бы, наверное, был богатым и так, ну, это просто, если я так сравни, людей, ну, с талантом, знаете, это трудно сказать, но хотя, ну, мои фильмы, в которых я в России, скажем, снимался, где побольше аудитория публика, они все, всех фильмов помнят и говорят, что ты наш, ты наш, наша звезда, я так удивляюсь. Да, 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 так, таким образом. Да, но, ну, кто его знает, каким бы я был, если бы я жил в другом месте. Но я живу здесь, и я очень благодарен Богу, что я здесь живу. А сейчас какие у вас проекты, то расскажите. У вас же во время пандемии все продолжалось, вы даже нам сказали, вот перед эфиром, что не заметили. Ну, потому что как-то у меня просьба внутренняя не останавливаться, ну, просто я, жизнь же есть жизнь, там, пандемия или что. Раньше же тоже были, чума была, что, какие-то болезни не было. Но про это тоже там рассуждать не будем сейчас, просто у меня такая внутренняя есть желание что-то делать. И если нечего делать, я пишу. А если появляется возможность, то я сразу берусь за возможность эту. Ну, так сказать, ну, это, наверное, зависит от человека все-таки. Очень хорошо сформулировали. Что-то происходит, съемки проходят сейчас. Ну, съемки вообще не останавливались. Ну, одно время там что-то там притихло, там. Но это было прошлой зимой. Чуть-чуть там притихло, что-то там не было. Ну, нет, ну, все равно они же с масками, там, с этими тестами. Но все происходило. И сейчас меня пригласили. И я сейчас стал сниматься в сериале «Латышком», который, латышский сериал, которого снимают литовцы. Интересно. У нас так получается. Да, да, да. А что за сериал? Ну, как это на русском будет? «Неми лати». «Нелюбимые». «Нелюбимые». Ну, как-то интересно. Даже я не могу перейдить. «Нелюбимые». «Нелюбимые». Нет, «Нелюбимые», наверное. «Нелюбимые», но каким-то таким, ну... Ну, посмотрим, что там будет. Я там играю главного босса, махинатора вот такого. Вот, ну, 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 в общем, ну, да, ну, босса, ну, босса скажу. Хорошо. Отрицательный персонаж, да? Ну, так вот, можно сказать, не отрицательный. Он говорит... Обаятельный негодяй. Нет, он говорит, даже хорошее не увидишь, если рядом не будет плохое. Не увидишь просто. Философский, да. Вот как-то философский относится к этому. Не, ну, это правда. Диалектика. Диалектика, да. И когда этот сериал появится? Он уже давно идёт, но там другие персонажи. А мой появится где-то в январе. То есть такой долгоиграющий проект. Деньги-то нужны. А ещё что у вас было, какие интересные, затронувшие вас лично проекты? Мы недавно сделали с Янисом вот это «Задетые вечностью». Ну, на латышкам, да. Мы сделали, я написал сценарий на час где-то, на час пять минут, на час десять. Ну, там дольше не надо. И мы 18 ноября его играли, я и пел, он у Янис музыку написал. И это было в нашей Мамуля, но в латышком доме латышка, да. И там были люди, ну, все пришли, которые могли тоже с масками, но всё равно пришли, и очень хорошо было. А ещё вот русские зрители любят и помнят вас по спектаклю «Ёжик в тумане». А помню, да. Конечно. И вы играли «Медвежонка». А вот ваш этот герой «Медвежонок», то есть вот как вы его для себя характеризуете? Какой он, кто он? Как вы его сделали? Ну, значит, это трудно объяснить, да. Но он, 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 он очень, очень добрый, очень, очень уверенный и самостоятельный. И хочет, и, 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 их, и хочет, чтобы ёжик его понял. Просто он очень, очень, как сказать, живёт этим, что он хочет, чтобы ёжик его понял и был его другом. У него очень важна эта сторона дружбы, потому без дружбы нельзя вообще жить. И они всё время там друг друга. И без понимания. Без понимания друг друга, да. Вот давайте, чтобы было понимание. У нас программа подошла к концу уже, осталось буквально полминутки. Как, как быстро. Да, благодарим, Мартинша, за интересную беседу. Напоминаем, что наш телефон 9306384. Всю неделю будет работать для четырёхлетней Милании, которой очень, очень нужна помощь. Я бы хотел, я просто хотел сказать Милане и её маме, вы когда-то вдумались в такие вещи, что, может быть, что этот ребёнок меняет нас. Что наоборот всё получается. И вы тоже, наверное, стали по-другому видеть, по-другому мыслить. И ребёнок меняет не только вас, но и нас окружающих. Так что это такой процесс, который нам сразу не понять. Но просто вздумайтесь, вдумайтесь в это положение своё. Да. И такие дети приносят много любви. Да. Мартин, спасибо вам большое. Мы вам желаем ещё много новых проектов. Любви, здоровья всем вашим близким и вам. И прощаемся с нашими радиослушателям до следующего вторника. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова